Твердый сыр, плавленый сыр, маленький майонез, конфеточки. Это список продуктов, которые меня попросила купить моя коллега Ирина Корчагина, которая сейчас находится на самоизоляции. Ну, как такому можно отказать? А отказывать и не стоит, ведь домашний режим, вернувшийся из-за границы, в наших же интересах. Я, признаться честно, покупаю и репродукты уже второй раз, поэтому сейчас набор совсем небольшой. И самая главная сложность разве что выбрать те конфеты, которые понравятся изолированной. Ой, нам еще и записочку какую-то оставили. Спасибо большое. Ты как по нам соскучилась? Да что-то не особо. Что готовить будешь? Картошку по-французски. Моя коллега на самоизоляции уже шестой день. На самочувствие не жалуется, а через три дня, как положено, пройдет тест, который выявит или не выявит коронавирус. Когда мы вернулись из отпуска, новость о карантине сначала вызвала какой-то протест, ведь мы вернулись не из европейской страны, но сейчас, сидя в карантине и читая все, что происходит на этой планете, каждый день столько заболевших, столько информации пугающей, что уже думаешь, господи, ладно, лучше уже пересидеть, перебдеть в карантине и никого не заражать, если ты уже болен. Продукты оставляем у двери. Один пакет принесли, другой забираем. Мусор, людей на самоизоляции тоже надо кому-то выносить. Есть и еще один вариант помощи. Заявку на электронный лист нетрудоспособности вместо изолированного может подать любой из нас. Например, если есть проблемы с интернетом, а из дома выходить нельзя. Особые правила оформления больничного действуют до 1 июля. Для этого нужно зайти в свой кабинет госуслуг, заполнить данные того, кто на изоляции, и прикрепить документы, подтверждающие пересечение им границы. А еще тут же оформить всех, с кем прибывший живет на одной территории. И в таком больничном деньги начнут перечислять уже в первую неделю изоляции. У граждан будут денежные средства для того, чтобы дистанционно заказать, например, еду, лекарства и так далее. Правила финансирования первые три дня за счет средств работодателя, начиная с четвертого дня за счет средств фонда социального страхования, в данной ситуации не действуют. Расходы полностью фонда. Всем изолированным нежелательно покидать квартиру. Это пока рекомендация. Но предписания соблюдают не все. Из неофициальной беседы с сотрудником профильного государственного ведомства нам стало известно, что есть земляки, прилетевшие за границы, которые свободно ходят на работу и забирают ребенка с детсада. На Алтае за соблюдением изоляции следят медработники, Роспотребнадзор, а участковые полиции делают обзвон. Как именно фиксируют нарушение домашнего режима, не поясняют. Но если нарушителей поймают за руку, те понесут ответственность. Если гражданин получил больничный лист или находится на леске нетрудоспособности, будет ставиться отметка о нарушении режима и в дальнейшем это будет сказаться на оплате больничного листа. Накануне в Барнауле приземлился самолет с туристами из Вьетнама. Больше 200 человек прямо из аэропорта отправились на изоляцию. Все ли проявят сознательность, отследить сложно. Остается только надеяться на совесть земляков. В противном случае распространение опасного вируса может стать реальным. Анастасия Драган, Илья Халяпин. День с толком.